Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Доброго времени суток! Хочу рассказать вам про один эксперимент, который я сегодня поставил. Смотрите, сегодня я обычно бегаю с внешним пульсометром. Я, как правило, если обращаю внимание на пульс, сегодня побегал именно со встроенным, то есть пульсометр именно самих часов. Смотрите, что я обнаружил, что при интенсивном беге, вот когда ты бежишь, какое-то длительное расстояние, то есть пульс довольно-таки такой запредельный, часы врут, то есть часы, внутренний пульсометр, он завышает где-то на 20-30 единиц, пульс он завышает. Обратите внимание, если это есть точно так же на ваших часах или не знаю, то есть я пока протестировал только свои часы, я обязательно проверю это на других часах, попробую проверить своих друзей, постараюсь проверить, у которых тоже есть такие часы. И я покажу вам ролик, чтобы вы все это сами видели. То есть вот, смотрите, часы показывают 173 удара в минуту, 174, то есть я бежал и перешел сейчас в шаг, чтобы просто была возможность как бы более-менее плавно снять, вот, снимал на телефон, вот, и сейчас я ставлю руки на электроды, то есть я показал пульс на часах, сразу после этого ставлю руки на телефон, на электроды, поэтому телефон немножко ушел как бы так в сторону, и сразу сейчас вам покажу, как бы какой пульс показала дорожка. Вот видите, вот я остановил, 151 удар в минуту, то есть еще раз, видите, я перематываю, то есть все это один файл, никакой как бы это не обман, вот видите, 174 удара в минуту, это показывают часы, вот видите, даже, то есть он изменяет, давайте покажем еще раз, вот 173, 174, вот, буквально проходит 3 секунды, и дорожка показывает 151, я почему-то верю в данной ситуации лучше дорожки, потому что все-таки здесь определение двухэлектродное, то есть две руки от левой к правой, и как правило, как бы, пульсометр дорожки никогда не врет, потому что когда я сравнивал пульсометр дорожки со встроенным, с внешним пульсометром к часам, который идет, то там тоже все было четко, и вот обратите внимание, да, еще раз, 174, они показывают часы, и 151 показывают дорожка. А еще раз один ролик, где я именно бежал, поэтому там качество видео очень плохое, ну, потому что все просто, сами понимаете, вот, смотрите, давайте покажу, здесь часы показывают, так, лучше было видно, вот, 174, ну, там даже больше будет сейчас, 176, вот, смотрите, 176, 177, вот, видите, где-то видно было, нет, ну, в общем, там было 177, вот, и смотрите, что показывает, вот, 177, видите, 177, и вот, смотрите, через буквально пару секунд, пульсометр дорожки показывает уже, это я все бегу, 159, то есть 177, через буквально 6 секунд, 159, то есть, ну, разница, я считаю, большая, 177 или 159, и здесь тоже так же, да, то есть, смотрите, показывают мне 174, дару минуту, а в реале пульс был 151, с чем это связано, то есть, я не знаю, вот, но, ну, как бы, смотрите, то есть, нужно иметь это в виду и понимать просто, что внешний, встроенный пульсометр в часы работает не совсем корректно, то есть, во время того, как вы хоть сидите, ходите, спите, там, все нормально работает, а именно из-за того, что, наверное, бегаете, во время бега интенсивно работают руки, возможно, датчик не плотно прилегает, как бы, и поэтому часы немножко забирают, честно, не знаю, с чем это связано, вот, но такой нюанс, то есть, есть, что на 25 единиц они забирают, вот, еще раз, да, 151 удар в минуту. Дорогие дамы и господа, спасибо, что смотрели, всем всего самого лучшего, тренируйтесь, занимайтесь, и те, кому понравился этот маленький ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет много всего интересного, всем всего самого хорошего, бай-бай!